Продолжение следует... Итак, всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Владимир, это мой нестандартный аниме-канал, и сегодня мы с вами поговорим про Джоджо, а точнее проведем целую ретроспективу, начнем проводить целую ретроспективу всего сериала Джоджо Бизер Адвенчер. И начнем мы нестандартно, как это мне на канале принято, именно с четвертого сезона, самого неоднозначного и, по мнению многих, худшего и провального, с чем я не совсем согласен, но об этом далее по тексту. Поехали! 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 И хоть этот факт особо ни на что не влияет, но из головы это выкинуть очень сложно и пытаться воспринимать всё это всерьёз. Джоджо вообще такая серия, где сложно вообще все воспринимать всерьез. И это даже один из плюсов этой серии. Оно, то что персонажи-школьники, постоянно на виду. Согласитесь, после эпичных вампиров, египетских всадников апокалипсиса, демонов, эскарт-таро, история, что начинается попросту со школы, как-то не чувствуется серьезной в целом. Блин, самому смешно такую претензию Джоджо предъявлять, но уж как есть, так и есть. Это факт, который явно не идет в копилку алмаза. Ну и давайте поближе к главному герою. Да, он сильный, да, даже интересный. Хоть и поначалу вообще никак. Да, стенд его это что-то новенькое. Если считать, что новенькое это грубый отхил всего и вся, больше тут круто именно как он его юзает. А в таких извращениях Араки мастер. Однако, вот эта замашка его проволосы, ну, полная херня, как по мне. Хигашиката. Маклай. Никто. Не смеет называть меня. Хигашиката. Трусом. Уже, конечно, были вспыльчивые персонажи и раньше, но не до такой же степени и не с такой глупой причиной. Получается, что Хигашиката просто талантливый и любит свою маму, друзей, не особо жаждет меняться и горит пресловутым, хоть и сдержанным, но юношеским максимализмом. Особо больше про него и не скажешь. Очень, очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр, правдив. Слушает маму и каждое утро делает зарядку. Ну и, конечно, не прощу им никогда Джотаро. Черт, он был так крут в свои молодые годы. Не трепался почем зря, прям как дед его. В плане крутости, только того уж точно хлебом не кормит, да и потриндеть побольше. Что, кстати, было его практически секретным оружием. А учитывая то, что Куджи теперь не центр внимания общественности, хотя и один из инструментов продвижения сюжета, и появляется он не так часто, как хотелось бы, но языком чешет путь здоров. По поводу хоть благо, но все равно это как-то рушит закрепленный ранее образ уверенного человека, о котором говорят его поступки, а не слова. Нечего тут тереть. Дешевые терки не мой профиль. Но авторам оказалось этого мало, и они решили его обелить. В прямом смысле, теперь он весь в белом ходит. Это какая-то странная, ироническая и злая шутка в стиле вайтвошинга. Но погодите, это еще далеко не все. Всю арку стардастов нам планомерно насаживали образ такого гопаря. Повторюсь, внушительного, молчаливого, собранного. И каково же было мое удивление, когда практически при первой же встрече вскрывается, что Джо Туракуджо занимается исследованием морских глубин. Сука, сложно придумать что-то более не крутое. Не круто. Знаете, что круто? Ты? Мохаммед Абдру! Да, я... Какую-то там работу или диссертацию написал, изыскания проводит всякого рода. Хоть я и понимаю, что это отчасти такой вот, ну, стёб, неприкрытый. Мозгой-то я понимаю, но сердцем принять это попросту не могу. Собственно, про костюмчик тоже надо отдельно. Одним он хорош. Он дико отсылает к элегантному Антонио Цепели. Эксцентричный Доктор Стрэндж вселенной Джоджо нашёл вторую промежуточную жизнь во внешнем виде товарища Куджо из четвёртого сезона. Приятно, знаете ли, мне как фанату такое подмечать. Согласитесь, вам тоже. У меня, честно, был разрыв шаблона, но не буду отрицать, что в этом есть свой угар и упомянутое выше негодование он перекрывает. Про то, что он заметно подрастерял массу и говорить не стоит, тут все подсдулись. Тише, я лишь хочу озвучить здравую мысль. И получается, что мы с вами стали свидетелями, как человек, победивший Дио, самого Дио, путём неимоверных усилий, лишений, превозмоганий и хитрости, умер при жизни как персонаж и теперь выглядит словно бледная тень самого же себя. Обидно. Хотя, если быть совсем честным, то это лишь первое впечатление, которое вам представится. Дальше по аниме всё же проклёвывается старый добрый Джотара, который всё так же непоколебим, серьёзен, расчётлив и вообще производит должное впечатление, как и всегда. Хорошие часы. Однако ты не сможешь смотреть на время после того, как я разобью твою рожу. Ей-богу, не понимаю, зачем его таким разговорчивым сделали, ибо то, что он начал триндеть без умолку, его абсолютно никак не раскрывает. Лишь подчёркивает то, что мы и так до этого уже давно знали в прошлых арках. Загадка и всё равно обидно. Пору плакать. Кстати, слёзы. Точно, слёзы и надрывные чувства. Да, я знаю, что мужики не плачут и прочая херня, но всё это заблуждение, и серия Джоджо не раз доказывала, что может использовать слёзные железы как в угоду драматизма, так и для форменного дурачества. Если бы не Акуясу... Ой, какой же он молодец. Сука, люблю этого идиота, такой, знаете ли, Анидзука от Мира Жожи. Сделаю, пожалуй, небольшое лирическое отступление. Знаете, вот я в бытность свою в универе, когда был студентом, со своим тогдашним однокурсником и хорошим другом Витей, вывел замечательную теорию о гопнике Эмо. Такой типа Синзи и Карри. Ладно, чтобы нашей молодой публике стало ясно совсем, приведу другой пример, хотя за каким они вообще обзор на Джоджо смотрят тогда? Энивей, ну да ладно, ещё раз. Это как Канеки Кен, ни вашим, ни нашим. Этот самый гопник Эмошник, по нашему предположению, должен был бить и после плакать и так по кругу. По такому замкнутому кругу. И в Акуясу я увидел воплощение этой теории, хотя, если учитывать то, что теория появилась задолго после того, как вышел четвёртый сезон в манге, да. Но всё равно, повторюсь, приятно и такое замечать. Короче, Акуясу крут и делают половину филерных серий, где сюжет вообще не двигается, реально забавными. Ровно как и крут главный представитель тёмной стороны в несокрушимом алмазе. Встречайте! Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Довольно много персонажей, якобы злодеев, впоследствии становятся на сторону Джоски или же обретают статус нейтральных. Прям ярко выраженных злодеев, пусть и карикатурных, и гипертрофированных, как прежде здесь особо не водится. Отмечу поначалу. Кто-то может назвать это наоборот положительной стороной, мол, куча Накама, но, блин, это же вам не One Piece или какой другой обычный Сёнэн. Многими эпитетами можно одарить всю линейку невероятных приключений Джоджо, но уж точно среди них не будет обычного. Да, тут номинально есть кучка второстепенных антагонистов, но всё это лишь разминочка перед по-настоящему крутым главным гадом. Удивительно видеть именно законченного педанта-социопата, да кучи ещё и маньяка. Иногда от него реально мороз по коже, за что отдельный реверанс выкажу в сторону Сэйю. Крайне неприятный и одновременно интересный тип. И если Дио был просто крут, и в противопоставлении Джотара нужен был именно такой собирательный образ злого зла, в смысле прям такого одиозного, то Кира Яшикаго какой-то настоящий, простой, в его существование веришь. Ну если откинуть всю эту мистику со стендами, растущими ногтями и прочим. Он маньяк, который получил силу и не стремится её использовать. Однако, когда его прижимают к стенке, то он использует любую возможность, чтобы и дальше жить. Извращённый инстинкт самосохранения. Педантичный и рассудительный, не будь он злодеем, его можно было даже любить, а так моё безграничное уважение к одному из лучших и, наверное, всё-таки лучшему антгонисту в серии Джоджо. Вообще, Кира яркий, молодец, ему не нужны тян, ведь у него есть рука. Я буду руки твои целовать, Я стану грустью в улыбке твоей, И нам никто не посмеет мешать, И не отнимет у нас этих дней. А ещё он может бомбить, троллить и мамку ебал. Так что, кто я такой? Да и вы тоже, чтобы его осуждать. А ты забавный парень. Визуально и в стиле нам рисуют этакие времена диско и рок-н-ролла. Казалось бы, они давно прошли, однако, надо признаться героям, и всему окружению такой визуал дико идёт. Маленькие домики, такая одноэтажная Америка, городские легенды, дружелюбные соседи, прически, радио и соответствующий времени его ведущий. И, конечно, общий антураж такой Америки времён Элвиса, редко в каком аниме, в принципе, можно встретить. А тут, как принято в Джоджо, в принципе, всё доведено до крайней степени, считай, как перебор, но в этом-то и вся соль. Всего этого так много, что это хорошо. Никуда не делась классическая инверсия цвета, колбасящие по экрану буквы, позинг нелепый, и, соответственно, постановка всего этого безобразия. Радует, что со времён Стардаста персонажей заметно подсдули, о чём я уже говорил. И если с Джоджо это просто непростительно, опять же, то для остальных, преимущественно, школьников и женщин, это только пошло на пользу. Женщины стали красивыми, школьники более реалистичными, что ли. Ты что, студент? Да какая вообще разница? Причём на фоне этого всего практически пинапа, получается очень крутой атмосферный диссонанс. Не знаю, как это объяснить, это просто надо прочувствовать и посмотреть. Без понятия. Простите, если честно, я мало знаю о городе. Даже повествование умудряется меня подкупить прям тем, что я люблю. До определённого времени имеет отголоски процедурала, когда нас знакомят со всеми персонажами, дают второстепенные сюжетные линии и сводят всё к одной точке – к главному противостоянию. Однако бывают реально очень крутые серии с частичкой самой иронии и типа автобиографии. Например, 14-я серия, да и Кишиба Рохан сам по себе просто охеренный персонаж. Вот и до него всё было нормально и только хорошело, а с его выходом на сцену всё заиграло другими красками. А когда появился Кира, это просто вообще кто-то в космос улетает. Или просто угарные, до нельзя с частичкой крепоты серии про ресторанчик, например. И даже про извращённую любовь в одни ворота, чуть ли не до гроба. Тема, наверное, самой нетипичной и безбашенно красивой любви рисуется нам. Причём с нескольких сторон, когда вначале она не сходится, потом развивается и в оконцове разрешается логичным вполне выходом. Наверное, не будет спойлером, если скажу, что даже драматично. Да и эта пара сама по себе просто поражает своей нестандартностью. Да ещё и в пересказанной истории Золушки. Ну, класс. Не то, чтобы это было гениально, но довольно близко к такой новой классике в антураже сверхъестественной войны стендов. И в этом аниме я увидел, наверное, лучшую реакцию друзей на фразу «Я тут влюбился!» Просто без комментариев. Смотрите. Это я к тому, что повествование и темы, что поднимаются меж строк в местных историях, снова разнообразны. Просто, как по мне, в определённый момент, чтобы не повторяться, авторы загоняют себя в угол и дробят повествование на несколько частей. Мол, Рохан в это время то, а Джоски и Акаясу то, и пошло-поехало. Начинается дикий погряз в деталях, слишком много персонажей выходит на сцену, ты совсем не успеваешь и тебе становится как-то даже немного похер на развитие этой истории, ты хочешь, чтобы она поскорее просто закончилась. Скомканно, хоть и рамки и всех этих историй чётче некуда. Не знаю. Какой-то диссонанс в идеале. Простенько. Ровно как в своё время Араки сменил Шила на мыло, то есть Хамон на Сутанды, теперь пришло время для развития идей самих стандов. Практически каждый основной, отмечу, стенд в четвёртом сезоне будет вас удивлять. То это армия солдатиков, то куча милых малышей, что собирают потерянные деньги по городу, то электрический петух, ну, ладно, 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 он довольно стандартный, но то, что это Ротхот Чили Пепперс, по-моему, очень классно. Да даже сам факт того, что стенд может эволюционировать и принимать разные формы, уже не слабо рушит устои и представление о вселенной Джоджо. И это круто! Чувствуется развитие серии, что автор всегда продумывает, как удивить зрителя и читателя дальше. Наверное, не открою никому Америки, если скажу, что многие сие эпохальное творение ценят именно за такой вот аспект. Не спорю, такую формулировку можно приписать к любому Сёнону, чем, собственно, Джоджо-то и является, но, опять же, по чесноку давайте. Ни в каком другом аниме, а дальше в манге вы не увидите такого развития основных задумок и добавления оригинальных идей. Ну, наверное, где-то есть, просто я не всё видел, надеюсь, вы в комментариях мне об этом напишите. Милости прошу. Добро пожаловать! Дорогие гости, пожалуйста, присаживайтесь. Что-то я всё о грустном и о грустном. Наверное, стоит отметить, что старый добрый угар начинает возвращаться с... Ну... Не буду, наверное, спалить. В общем, когда на огонёк в четвёртый сезон заглянет старый друг, станет намного веселее. Или вот даже, ещё скажем, серия с ребёнком тому пример. Хоть там и накаляется до предела морализаторская тема отцов и детей, которая, кстати, довольно неплохо показана, я тут вообще её не ждал, но старая добрая веселуха всё равно всё прикрывает и даёт угарева знатно. Не беспокойтесь. Вообще, преемственность поколений впервые так остро поднимается, хотя, казалось бы, Джоджо вообще в принципе про отцов и детей, но наконец-то этому посвятили сразу несколько серий. В Стардастах всё как-то вскользь было и только в конце мы увидели, что Джоджо неравнодушен к своему деду. Да и в принципе там как-то было не до того, Дио оживился и надо зло забарывать. Не искушай меня, Фёдор! Ибо не обуздан я в желаниях своих. А ну как начнут добро причинять налево-направо. Пользу наносить да ласкам подвергать. Все силы на любовь потрачу. И кто тогда будет зло забарывать? А вот здесь самое время и место. Отличный антураж, отличная тема. Хотя мне, как большому фанату, смотреть было уже чуть ли не больно. Эх, ушла эпоха с этим крутым персонажем. Однако, как ни крути, повторюсь ещё раз, что аниме хорошее. Даже так сильно пошатнув у стои серии в полное говно Diamond is Unbreakable скатиться всё же не торопится. Плюс, кое в чём даже предшественников обскакал. Конечно, во-первых, это фирменное безумие жожевское. Хер пойми, чё может произойти в следующую серию, через минуту, да даже через секунду. Неимоверно непредсказуемый Сёнен. Во-вторых, мой ненавистный стиль. Как бы я его не терпел, серьёзно, местами это просто какой-то ёбаный Бевис и Батхет. Впрочем, он выдержан практически во всём. Посему, к нему довольно шустро привыкаешь и опять же, благодаря такой кислотности цветов очень чётко идёт контраст, когда он нужен. Та же кровь, монохром или наглый реверс цветов для визуализации мыслей персонажа, смятение определённого в голове или просто страха, непонимания, всё это играет аниме только на пользу. Монтаж. Вот это всегда было круто. В это понятие я вкладываю всё и переходы, и звук, который этому способствует, и ракурсы камеры один безумнее другого, и то, что Кира появляется ещё в самых первых сериях на фоне гуляя. Это, блин, вот это круто реально. Вот честно, Джоджо это было первое аниме, ну, лично у меня, которое, казалось, ставил именно фотограф. Это ещё учитывая, что аниме в принципе славится в кавычках своей динамикой, и это пошло только в плюс. Неудивительно, что именно фотографы глянцевых журналов переняли такое понятие, задам резонный вопрос. Чем всегда был крут Джоджо? Правильно, стендами. Тут же иногда смотреть больно на то, что нам скармливают. Я знаю, что выше я уже сказал, что стенды здесь хороши, но дослушайте дальше мысль. До этого я говорил про основные стенды, про главных героев. Даже те, что в бою крутые, всё равно выглядят как-то странненько или в принципе попадаются очень простенькие экземпляры. Да в одном этом городке обладателей стендов больше, чем во всех остальных историях про Джоджо вместе взятых. Так кажется, но цифры неумолимы, за что спасибо солнечно-бизарному Лаларту, что меня поправил, который на сей факт мой взор направил, и я спешу исправиться уже в готовом обзоре. Извините, такие косяки будут. Акцентирую внимание на теме количества стендов. Тут их меньше, чем в Стардастах. Но грёбанный лук со стрелами и общий шаблон дизайна какой-то заставляет меня как зрителя обмануться. Не повторяйте моих ошибок и критикуйте меня же в комментариях под этим видео. Ставьте всё под сомнение и прошу ещё раз пишите это в комментариях. Если вас что-то задело, вы что-то не поняли или вам кажется, что я о чём-то говорю неправильно и у вас есть своё мнение по этому поводу, пишите, прошу вас, умоляю. Ведь только в споре может родиться что-то хотя бы отдалённо похожее на истину. И я бы рад сказать, что количество переходит в качество, но отнюдь это не так. Однако, как я уже сказал, среди кучи всего этого есть и светлые стороны. Скажем, тут как никогда заметны эволюции стендов. Скажем, эхо коичи имеет несколько форм, каждый из которых подходит для разных ситуаций. Стенд волосы, стенд бэткомпани или более мирный аналог харвестер. Даже казалось бы кот, а стенд у него тоже еееееее, хотя это немного про спойлеры. Райские врата и так далее. Араки снова разыграл карту крутых новых стендов, что вдохнуло новизны в казалось бы пропащую арку, как кое-кто заблуждался. Закоренелому фанату Джоджа придется поднапрячься, чтобы привыкнуть, но если не судить поверхностно и не торопиться, то можно разглядеть во всем этом настоящий алмаз. Неоспоримое достоинство, всю иронию этого выражения вы поймете чуть позже, аниме все-таки имеет тянки. Как-то раньше, знаете ли, было засилие патриархата и женщина была либо а-ля дама в беде, либо симпатичная, но глупая, либо вообще в сюжете не участвовала никак. И лишь один раз Араки Хирохика родил по-настоящему хорошего, интересного и проработанного женского персонажа, как Лиза-Лиза. И вот в Алмазе сразу несколько по-настоящему знаковых героинь, которые и для сюжета важны, и как персонажи интересны. Весомый аргумент отдам на удивление, но тут не так много мужских рыданий по поводу и без. Я прям ошарашен был, вроде архетипа есть, и истории к этому сопутствуют, однако же скупые фонтанистические мужские слезы на протяжении 39 серий можно наблюдать очень редко. Для франшизы так вообще считай как исключение. Казалось бы, повальное большинство действующих лиц молодежь, и как бы эмоциональность проявляя не хочу, но, как я уже сказал, ее считай и нет. Акценты повествования и раскрытия персонажей сместились чутка глубже и менее показушно что ли, отчего поначалу их просто трудновато определить. Ближе к середине сериала уже проникаешься и в принципе привыкаешь. Несокрушимый алмаз очень долго запрягает, но, как все готово, просто во весь опор и не оторваться от просмотра. Повторюсь, этот сезон нужно попросту распробовать и если вам сначала не очень хорошо идет, то это из вас просто выходит желчный скептицизм. Дайте ему волю и после вы осознаете насколько вам стало хорошо. Чувствую себя бодрячком, будто продрых 10 часов. Ну и подошло время для минусов. Конечно же у Джоджа есть косяки, как и у серии в целом, так и у несокрушимого алмаза. Они всегда есть, но раньше я как-то сильно им значения не придавал что ли? Разве что кроме одной мысли, что Дио злодей просто потому что ну злодей. Но он был клевый и можно было простить такой косяк. А вот здесь явно прослеживаются сюжетные проебы планетарных масштабов, которые призваны тупо растянуть хронометраж. Есть пустые, хоть и забавные, но чисто филерные серии, типа итальянского ресторанчика. Да, там прикольно, классно, я уже хвалил эту серию, но в целом он ничего не дает для полноты картины. Однако это капля в море, а морем этим является самый, наверное, тупейший момент за все остальные арки, что я видел. Блин, даже сложно что-то про это говорить, так прям плохо сделано. Извините, это будет спойлер. Когда уже еле живой Кира ковыляя, почти мертвый, сваливает от всей разреенной команды жесткий и, знаете что, ему удается скрыться от них. Ведь нужно еще пару десятков серий показать, а все почему? Потому что. Ну, отчасти потому, что Араки решил растянуть, да, естественно, но и умирает персонаж, которого только зритель, по сути, хорошо и знает. Зрителю не все равно, но почему-то все стоят столбом и грустят, прощаются, рыдают, воспоминания нахлынувают. Чуть ли не дрочить друг на друга начинают, когда тем временем Кира мог плавь уже до Америки добраться. Как это было тупо, просто невозможно. Решил упомянуть я только один самый бомбежный момент, хотя их еще есть, типа там про дом, про фотографию отца Киры и ой, ну, это остановлюсь, ну и как ни странно, еще одна из проблем это стенд Жоски. Когда ты вводишь в сюжет такого практически безоговорочного целителя, как Безумный Алмаз, то зритель подсознательно начинает не слишком уж сильно беспокоиться за героев, ибо, ну, че, воскресит. Хоть и нам частенько за сериал показывают, что Джоски не всесилен, мертвого поднять он не может и трагедии случаются, читай как смерти, однако же нивелируются практически любые потери конечностей и прочие раны серьезного характера. Все же помнят, как кое-кто крутой ранее в одной из прошлых арк потерял руку и при каких обстоятельствах. И это было круто. В основном все проблемы, когда кого-то ранят, перетекают в простое временное бездействие. Ну, ясно почему, и не более. Ничего страшного нет. Хотя, скажу, что очень трагичные смерти в четвертом сезоне есть, и они попадут в мой топ трагичных смертей номер 3. Обязательно. Просто понимаете, раньше, блин, ну, никуда не деться от сравнений с прошлыми историями, сломанные кости играли очень большую роль, серьезные травмы и все такое. Героям приходилось неслабо напрягать мышечок и изыскивать какие-то другие, иные пути победы в угоду их плачевного физического состояния. В несокрушимом алмазе вроде и стараются сохранить такой интриги, временами герои выглядят просто как фарш под соусом, но все равно. Хоть и стараются такую интригу сохранить, но по указанным выше причинам получается это очень редко. Также, не то чтобы многое, но слишком уж основные части истории нам просто не рассказывают, а ставят просто перед фактом. Откуда новый герой появился? Ну, старик согрешил тайком когда-то. Как? Почему? Зачем не раскрывают? Это же интересно. Расскажите мне про эту женщину, если сам старик решил на нее запасть и сделать ей ребенка. Блин, ну это наверное что-то важное. Хочу знать. Но аниме нам не отвечает, конечно. Я понимаю, что наверное очень странные вопросы задаю, но хотелось бы побольше объяснений. Да и к тому же никто теперь меня в сексизме не улечит. Также замалчивается, как простой школьник надыбал лук для штамповки стендов, который даже мегаорганизация фонд спидвагона найти не смогла. Причем нам явно дают понять, что такую адскую реликвию и Джотера и Фонди знали. Вечна проблема с тем, чтобы впихнуть такие важные части в предысторию, которая уже давно написана. Отчего когда-то хорошо смазанный велосипед под названием сюжет начинает постоянно скрипеть, цепь повествования слетает, катафоты персонажей отваливаются. Жалко на все это иногда смотреть, но если не задаваться такими вопросами, в принципе, чем я и занимался, то круто. И да, снова скажу вам, опять же по чесноку, особо задавать такие вопросы у вас времени попросту не будет. Ваше внимание целиком и полностью к этому моменту, просмотру где-то примерно 20 плюс серий, будет приковано к происходящему, к нынешним ситуациям. Так было и раньше, так и здесь. Ведь вы помните, как тот самый лук со стрелой еще висел на стене у Дио. Вот надеюсь, в продолжениях эти сюжетные не дыры скорее, а недосказанности нам во всех красках распишут, раскроют и объяснят. Ну да, Вова, мечтать не вредно. Похоже, первый сломается моя уверенность. Ну и как-то затянулась эта ретроспектива, пожалуй, перейдем к выводам и попытаемся их сделать. Как бы я лично не мог принять до определенного момента четвертый сезон, он существует и вполне визионерский даже, с интересными идеями, не все из которых я могу принять или фанаты старого подхода к экранизациям Джоджо. Безусловно, эта часть выделяется на фоне всего, что было до, чем, наверное, и цепляет зрителя. Ну, меня уж точно. Ибо, сохранив отличительные черты всей франшизы, несокрушимый алмаз выполнен в вычурноцветастом и таком кислотном постмодернизме что ли, что безумно даже для Джоджо. Тем не менее, слитого как персонажа Джотера я простить не могу. Черт, дерью, он же как клоун какой-то выглядит, теперь еще стардастов еще не поменялся. Да как так-то, а? Очень легко поддаться на первое впечатление, которое, прямо скажем, у Diamond is Unbreakable мягко говоря, скомканное. Отчего дальше начинаешь попросту придираться вообще ко всему, что хоть как-то из каноничного представления Джоджо выбивается. Сразу скажу, не надо так делать. Иначе рискуете пропустить поистине классные моменты и интересные решения. Как в повествовании, о чем я говорил, так и в визуале, о чем я тоже уже говорил, так и в музыке, персонажах, да и в целом вообще. По совсем итогу всецело советую к просмотру. Сериал про приключения потомков семьи Джостер уникален, причем каждая арка, которую я видел. Грубо говоря, для каждого есть свой любимый Джоджо, свой любимый стиль повествования от зарождения Хаммана до дорожного приключения в Египет и вот теперь проблемы отцов и детей в маленьком островке спокойствия и надежды в Морио. А в тихом омуте, как известно, Джоджо это безумие на взрыд, высшая степень пафоса при минимуме смысла, одиозные персонажи и фантазия, ограничащая с гениальностью и все тем же безумием, что делает просмотр любого аниме по данной серии, даже не сокрушимого алмаза, повторюсь, довольно занимательным времяпрепровождением. Хоть я все равно считаю сие худшей на данный момент аркой, которую всецело советую, просмотру я замечу, как и остальные сезоны. Даже если вам не понравится, нужно перетерпеть. Нужно. Джонатан терпел, Джозеф терпел, Джотара, ну, по большей части своего деда, конечно, но тоже вытерпел аж на самого Дио и вот пришел тот самый момент, когда нужно уже тебе вместе с Джоске терпеть. Благо, недолго. Таков уж новый формат Джоджо. Этот новый сезон максимально многое себе позволяет. Гавын, что этот ниггер себе позволяет? Все хорошо, спокойно. Многое меняет, что-то даже свое изобретает. А там, где первые три сезона катались, образно говоря, на одном велосипеде, то на этот раз многие моменты отошли от канонов и я лично считаю эксперимент вполне удачным. На этом с обзором и своими пожеланиями я наконец-то все-таки закончил. Фух, это было сложно и трудно. Какого... Субтитры 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 Досту!